Микс Ньюс Добрый день, в эфире Радио Болтком Программа в рамках проекта «Культурная линия» У нас сегодня прямая линия с российским историком Арменом Гаспаряном Здравствуйте, Армен! Слышно нас? Приветствую, приветствую, Рига Да, мы назвали нашу дискуссию «Скульптурный шок» Что стоит за эпидемией борьбы с памятниками? И в качестве эксперта пригласили историка, радиоведущего, блогера, автора книг по истории России XX века Армена Гаспаряна Нам интересно его мнение и как человека с активной жизненной позицией, и как историка Эфир проходит в рамках проекта «Культурная линия» Веду его я, Ольга Авдевич, моя коллега в студии, журналист Наталья Захарьят Эфир проходит в сотрудничестве с нашими коллегами-журналистами Международного медиаклуба «Формат А3» Тему эфира и гостя мы анонсируем заранее И нам поступают вопросы от журналистов, от радиослушателей И вопросов накопилось много, мы попробуем пробежаться сегодня по ним, по всем И для начала мы попросим Армена поделиться мнением по нашей заявленной теме В принципе это реалии сегодняшнего дня, когда мы наблюдаем, что вдруг Как будто какой-то спусковой курок спущен и по всему миру идет волна борьбы с традициями, с устоями, с памятниками С собственной историей страны начали бороться, историю переписывают В частности вот очень много это касается итогов Второй мировой войны Просто это какой-то тренд Армен, скажите, вот какие из этих событий в этом ряду затронули, возмутили, может быть задели вас И как историка, и чисто по-человечески? Вы знаете, то, что произошло за последние годы, не должно в принципе никого удивлять Человечество активно к этому готовили на протяжении очень многих лет Вот та волна вселенской толерантности, любвеобильности, понять и простить А желательно еще и покаяться и заплатить Она рано или поздно должна была привести к такому очень масштабному пересмотру собственного прошлого Соединенные Штаты Америки, которые стали локомотивами вот этой теленской истерии Они закономерно и начали борьбу, собственно, культурно-историческим наследием Здесь, конечно, поражало абсолютно все И тотальная неграмотность подавляющего большинства людей Которые взялись бороться против рабовладельческого юга В эпоху гражданской войны в Соединенных Штатах Америки Хотя, например, очень многие генералы армии южан Они не были рабовладельцами, а напротив Рабовладельцами были командующие армией северян Но кто здесь будет считать, да, это же не столь принципиально Главное же провозгласить Но это еще стало только началом славных дней Пали жертвы вот этой вселенской борьбы с прошлым унесенными ветром Казалось бы, да, ну какие претензии могут быть к классике кинематографа К оскароносному фильму Но оказывается, можно и нужно предъявить претензии Многие музыкальные произведения изъяты из-за ротации в Соединенных Штатах Потому что имеют ярко выраженную окраску музыки, характерную для юга Там Алабама, Миссури, Техас и так далее, и так далее И конца и края этому нет Изымается какая-то символика Какие-то компании, производящие одежду, страдают Ну и разумеется, что если в Соединенных Штатах Началась подобного рода азартная дискотека Это не могло не перекинуться на весь остальной мир В Великобритании мы видим прыжки и ужинки вокруг памятников Во Франции это происходит В некоторых городах Германии это произошло Единственное, что я так и не понял Ну что на выходе-то хочется получить Ну проблема вся в том, что с историей, конечно, вы можете там бороться То остекленение Беда здесь состоит исключительно в том, что историю переиграть нельзя Но она уже свершилась Поэтому нравится вам там это или нет Но все эти люди это часть истории Попытки вымороть их оттуда Это абсолютно бесперспективно Попытки переиграть собственное этнокультурное наследие На мой взгляд обречены вообще на тотальный крах и неудачу Но с другой стороны наблюдать за этим Наверное было бы любопытно Если бы не, например, там мои собственные определенные симпатии К культуре, к истории, традиции Юго-Соединенных Штатов Америки Вот с этой точки зрения мне, конечно, досадно И больно за всем за этим наблюдать А вот какой-то особенный Жалко кого-то, какой-то персонаж Вот, например, мне было жалко Когда на Колумба вдруг покусились Вы знаете, мне жалко Героев Юга И Паркера И Ли И Джесси Джеймса Потому что я так подозреваю, что они рано или поздно Просто его могилу с землей сравняют И только после этого, наверное, они уже угомонятся Потому что пока, собственно, есть могила Джесси Джеймса Подлинное торжество вот этого всего невозможно Но я воспринимаю это просто в определенном смысле Как дикость Потому что они же сами воспелят Джеймса Но это же не кто-то сделал Понимаете, это же не Рижская киностудия Или там не киностудия Горького Но снимала эту кучу фильмов Про американского Робин Гуда Это же давно в седле Не Таллиннская же киностудия снимала А непосредственно сам Голливуд И в результате Сначала сделав его в определенном смысле Символом Юга Соединенных Штатов Сделав его в определенном смысле Таким очень узнаваемым брендом Потому что там эти туристические маршруты Жизни и подвиги Джесси Джеймса И так далее, и так далее А что в результате-то вы делаете? А кто на место его встанет? Мне просто вот интересно Потому что вот разговариваешь с американцами Они о таких мелочах вообще не задумываются То есть такое ощущение, что главная цель Там вот сейчас все снести, демонтировать, сокрушить Ну а что будет дальше Это уже не столь принципиально Для меня это странно, вот правда В тему как раз вопрос от литовского журналиста Александра Шахова Война с памятниками Это лишь один из инструментов По достижению определенных Долгосрочных политических целей И бороться с этим, очевидно, нужно комплексно На разных уровнях и направлениях Каким, на ваш взгляд, мог бы быть Такой комплекс мер долговременной работы? И кто этим должен заниматься? По сносу памятников или по их защите? Это разные просто немножко истории Имеется в виду, что и по сносу памятников Это определенная долгосрочная политическая цель И как контрмерно должна быть долговременная работа По защите То есть кто этим должен заниматься И как это вообще может выглядеть? Как противостоять? Ну, заниматься этим должно непосредственно общество Потому что если вы вносите в число лютых врагов Американского народа Там, я не знаю Американской государственности Фильм «Унесенный ветром» Ну, вам, по крайней мере, нужно объяснить Свою логику Цели, полагания И что вы дадите вместо этого Потому что на «Унесенных ветром» Выросли, извините, поколения людей Для которых вот все, что происходит Это не очень понятно Другой вопрос Мне представляет, что общество тоже настолько шокировано Всем, что происходило В течение вот этого адского абсолютно 2020 года С рецессии мировой экономики С пандемией коронавируса С Black Lives Matter Что просто уже не находит в себе даже силы Для задавания простых Но, тем не менее, чрезвычайно важных вопрос Что касается государственной политики По демонтажу культурно-исторического наследия То я просто хотел бы им всем напомнить То в истории 20-го столетия Такой пример уже был Это, я имею в виду, третерых И его канцлера Адольфа Лойзовича Гитлера Он что там только не делал Вот с точки выкорчевывания Некоторых культурно-исторических Ценностей германского народа И выставку дегенеративного искусства проводил И книги сжигал И подвергал, значит, всем возможным насмешкам Музыкантов и философов Ну, а в результате что получилось-то? Ну, что, перестало человечество читать Томаса Мана? Нет Что человечество Изменило свое отношение К Рембрандту Которого там через губу Обозвали живописцем гетто Тоже нет Поэтому здесь надо понимать, что Эти сиюминутные успехи По насаждению каких-то странных идей С точки зрения глобальной истории Они могут оказаться ничем И в историю эту Вы войдете исключительно с отрицательной коннотацией Только и всего Потому что, вот я обращаю ваше внимание Мы до сих пор не знаем имен тех дегенератов Которые сказали, что их там оскорбляет Фильм «Унесенные ветром» При том, что любой интеллигентный человек Легко вам назовет исполнителей главных ролей В этом самом замечательном американском фильме Вот это, если угодно, роль личности в истории У нас есть звонок Сейчас мы попробуем принять звонок Сорвался И пишут нам радиослушатели Цитата «Памятник тела, в котором заключен дух страны и эпохи И главное человека» Это цитата из мемуаров Феликса Юсупова Действительно, если подумать Что вот сносится памятник конкретному человеку Что это душа этого человека И это идет такое тотальное разрушение То это даже на тонком уровне для общества Вредоносно Как вы думаете? Ну, вы знаете, великий русский историк Ключевский совершенно справедливо утверждал Что те, кто не знают своего прошлого Не будут иметь своего будущего Если вы таким варварским способом Уничтожаете собственную историю Но ничего хорошего в этом не будет И потом вы тоже должны для себя понимать Что если вы будете какие-то там персонали Или сюжеты замалчивать Они же от этого-то никуда Ровным счетом из истории-то не денутся Но они все равно будут существовать Вы, конечно, можете там попробовать Реализовать сюжет, описанный еще Стивенсоном В приключениях титулованной особы Что жизнь дрянь Но если обмотать голову в ад То вроде как ничего Ну, то есть, иначе говоря Вам надо вокруг себя некий кокон создать Куда информация вообще не будет никогда просачиваться Тогда там можно существовать С придуманной вами историей Но в условиях той глобализации Которая происходит в мире В условиях интернета Где там с помощью пары запросов В гугле вы получите достаточно серьезную там информацию И получите еще и ссылки на книги Где все описано Заниматься подобным Я, правда, вот не очень понимаю для чего Ну, может быть, людям хочется таким образом Возвыситься над собой Другой вопрос Что возвышение будет краткосрочным А падение будет очень болезненным Вот вопрос Латвийская газета сегодня Ежедневная общественно-политическая газета Наталья Лебедева Когда в ходе Великой Французской революции Снесли Бастилию Было понятно, да То есть смысл вот этого жеста Что это в знак протеста против угнетения Ради наступления долгожданной свободы Вот как объяснить с точки зрения Не знаю, там, культурологии Ради чего, зачем Сносятся памятники сегодня И еще такой вот момент Вспомним 17-й год Мир разрушен До основания Сносились храмы Но Никто не посягал почему-то на памятники Императорам и императрицам Посмотрите, они все сохранились Вот вы как Но это я вас должен поправить Это далеко не так Ну, во-первых, сносили не в 17-м году А все-таки несколько попозже А во-вторых Извините, на территории Кремля Памятник государю-императору Был уничтожен Достаточно оперативно Равно как это происходило Во многих других областях И России И Малороссии И Белоруссии И Новороссии И так далее Такого количества памятников Династии Романова Какое существовало на протяжении Существования Российской империи Уже не было По-моему К 21-му году Что касается Бастилии Но да, это в определенном смысле Акт был символичный Кстати, большевики Это тоже в достаточной степени Копировали Весь этот символизм эпохи Великой Французской революции Потому что Вдохновение-то брали Именно оттуда Вот А что касается нынешних людей Понимаете Мне кажется, что Во многом Это такое Бесие от безделья Ну, потому что Серьезных проблем Для многих нету Они привыкли уже жить В таком, знаете Ипотечно-кредитном мире Да, где Все достаточно привычно И где Никакого такого азарта Уже просто быть не может Ну, то есть Подъем с утра Работа Фастфуд Вечер Просмотр там Телевизора А вот в этом Они находят для себя В определенном смысле Азар Тем более Ну, вы же прекрасно понимаете Что человек образованный Человек воспитанный Памятник сносить не пойдет Но это прерогатива Будляка Законченного Вот А для них Это еще и попытка Вознестись Хотя бы в собственных глазах Смотрите, детских Я сломаю голову Там очередной Каменной терпсихори Знаете, какой я Красивый И умный Но ты же от этого Быдлом-то быть Не перестанешь совсем И рано или поздно И это все Бумерангом И вернется Вот совсем недавно На своем Ютуб-канале Вы дали резкий ответ На призыв Бывшего пастора Из США Шона Кинга Снести памятники Уничтожить все Публичные изображения Белого Иисуса Классического Лика Христа Религию, в которой Говорится о белом Иисусе Его матери Европейки Кинг назвал Белым шовинизмом В грубой форме У нас На эту тему Как раз Есть вопрос От журналиста Газеты Латвийские вести Людмилы Анисимой Происходящее сегодня Подтверждение слов Великого Достоевского Когда Бога нет Все дозволено На ваш взгляд Мы сейчас Пожинаем плоды Атеизма И безверия Или происходит Перерождение Человеческой натуры Под влиянием Научно-технического Прогресса Вот на ваш взгляд Вы знаете На мой взгляд Все-таки Вся эта история Она несколько Более сложная Ну во-первых То религиозное чувство Которое Вот например Там моему поколению Ставилось В пример В конце 80-х В начале 90-х Годов Что вот у нас Тут такое Сатанинское Безбожие В Савдепе А подлинный Рассвет Религиозного Чувства Это исключительно На Западе Отклики Чувства Другие Опять же Голливуд Очень много Сделал В свое время Для пропаганды И по крайней мере Закрепления В общественном Сознании Неких элементов Которые мы бы Могли бы В принципе Назвать сатанизмом А сатанизм Это что В чистом виде Это богоборчество Понимаете Когда вам На протяжении Многих лет Говорят о том Что это тоже В общем нормально И у вас там В Соединенных Штатах День входит Церковь сатаны И вполне себе У вас свободно Там продаются Запятные книжки Дьявола Сатанинская Библия Ну и другая Подобного рода Литература То вы начинаете Воспринимать Это как абсолютную Данность Ну вот Как говорил Незабвенный Патриарх Тихон По мощам и елей Если для вас Вот это нормально То что бы вам Не потребовать Сноса Памятников Христа Которые оскорбляют Какую-то там Очередную Чуть было грубо Я не сказал слово Которые оскорбляют Какую-то очередную Удивительное тело Ну вот Закономерный Результат Ничего с этим К сожалению Не сделаешь Сейчас мы не будем Прерываться на Новости рекламы Мы продолжаем Наш эфир И напомним Телефоны прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Звоните Задавайте вопросы У нас есть Чат Куда можно писать И сейчас У нас На связи Литва Журналисты Из Литвы Сейчас Через Некоторое Время И тогда Следующий вопрос Маргарита Драгила Один из Инициаторов И организаторов Акции Бессмертный полк В Риге Педагог Общественный Деятель Очень Активный Человек С активной Жизненной Позиции Вопрос О памятнике Освободителям В Риге На данный момент Есть ряд Инициатив Со стороны Правящих партий Общественных Организаций По поводу Демонтажа Памятника Освободителям Этот памятник Является Таким у нас Культовым Центральным Местом Празднования 9 мая В Риге 9 мая В Риге Действительно Это такая Уникальная Ситуация Когда Десятки Тысяч Людей Приходят В рабочий день С огромными Охапками Цветов В этой ситуации Как вы думаете Как может развиваться Вот продвижение Подобных Инициатив Потому что Они будут Двигаться В Рижскую думу Все им Какие перспективы Могут быть У этого решения И какая Судьба И чем это Может быть Чревато Знаете Может я Конечно Сейчас Кого-то Очень сильно Огорчу Но я Абсолютно Убежден И я это Говорил Много раз Что рано Или поздно Этот памятник Будет демонтирован Может это будет Через 10 лет Может это будет Через 3 года Может это будет Через 50 лет Я не знаю Но то что они его Рано или поздно Демонтируют Для меня Абсолютно Очевидно Ну во-первых Количество Всегда переходит В качество А вы Уважаемые коллеги Лучше меня Знаете Сколько Подобного Рода Петиции Уже было Собрано Противниками Этого Памятника За последние Ну скажем Лет 10-15 Это первое Второе Вопрос По поводу Этого памятника Нужно Решать В степени Защиты На политическом Уровне Опять же Я не вижу В значительной Степени Заинтересованности Латышской Политики По этому Поводу Ну то есть Я видел Заявление Одно время Партии Согласия Потом я видел Заявление Татьяны Аркадьевны Жданок Русского Союза По-моему Латвии Он говорит Да Вот Но Вы поймите Что это К огромному Сожалению Точка зрения Не субъектно Для латышской Политики А решения Это принимаются Там В стенах Парламента То есть Для этого Защитники Памятника Должны добиваться Своей собственной Субъектности И идти в политику Без этого Ровным Учетом Никак Ну есть Наконец Третье Обстоятельство Оно гораздо Более Даже важно Чем первые два Дело Все в том Что Латышское Государство За последние 30 лет Написало Свою Историю Эта История Трактует Те события Достаточно Однозначно Там Нет Места Каким-то Другим Точкам Зрения А соответственно Этот памятник Он Противоречит Официальной Государственной Политике Как бы Их Их Там Условно Молчание Или Бездействие Вот Этого Места Паломничества Традиционного В Риге 9 мая С горами Цветов Может Просто В какой-то Момент Не стать Борис Викторович Савенков Небезызвестный Однажды Очень правильно Заметил Если мы Не занимаемся Политикой Это не означает Что политика Не будет Заниматься Нами Поэтому Если вы Условно Не хотите На политическом Уровне Защищать Этот памятник Я боюсь Что он Рано или поздно Будет обречен И примем Звонок Алло Алло Да Здравствуйте У нас На связи Литва Добрый день Завналист Ангис Калантар Динус У меня Вопрос Будет Немножко Иного Плана Который Возвращает Недавнюю Историю В начале Этого Года Судья Конституционного Суда Российской Федерации Константин Орловский Публиковал Своё Особое Мнение Судья Назвал Советский Союз Незаконно Созданным Государством И добавил Что Российская Федерация Была создана Не как Преемник СССР А вместо И против Него По его Мнению Россия Рано или Позже Придет К законодательному Осуждению Советского Тренина Пусть и позднее Чем другие Пострадавшие Страны Я тут хочу Привести Пример Что Например Азербайджанская Республика В сентябре На марте 91 Года Обосстановление Государственной Независимости Азербайджанской Республики Прямо Признала Что СССР Незаконно Сознанное Государство Армен Что Вы думаете По этому Поводу Спасибо Спасибо Все невероятным Образом Просто Любая Революция Она Прежде всего Сносит Действующие Законы Поэтому Говорить О законности В эпоху Революции Ну это По крайней мере Стран Это первое Второе Советский Союз Создавался После Революции И Гражданской Войны И Создавался Он Как Государство Диаметрально Противоположное Российской Империи Современная Российская Федерация Является Это может быть Тоже для многих Странно Прозвучит Но она не Является Правоприемником Российской Империи Либо же Российской Республики Которая Существовала С марта По ноябрь 1917 Года Современная Российская Федерация Является Правоприемником Советского Союза Это там Членство Международных Организаций И так далее И так далее Что касается Осуждения Вы знаете Это вечный Вопрос Полемики Внутри Совета Внутри Теперь уже Российского Общества До этого Это была Позднесоветская Полемика Кому И в чем И что Именно Мы Наследуем Но Для меня Все Невероятно Просто Подавляющее Большинство Граждан Советской Российской Федерации Современной Это Наследники Людей Которые Жили в Советском Союзе Ну то есть Не эмиграции Политической Или культурной Которая была У нас там В 20-х 30-х Или 50-х Годах Соответственно Осуждая Что-либо Вы автоматически Должны Будете Начать Осуждать Собственных Дедов И прадедов Я не знаю Как кто Я не готов И никогда Я не стану Осуждать Собственного Деда Фронтовика Это Моя Принципиальная Позиция Полагаю Что Подобную Позицию Занимает Ну примерно Наверное 95% Минимум Граждан Российской Федерации Вопрос От Историка Влада Богова Как По-вашему Обладает Ли Россия На сегодняшний День Действительными Рычагами Воздействия На Изменение Ситуации Со Сносом Памятников Прибалтики Есть Ли Прецеденты Использования Данных Рычагов Где-либо Ну Поправьте Меня Может я Конечно Ошибаюсь Но Мне Почему-то Кажется Что Страны Балтии Латвия Литва Эстония Они Члены Европейского Союза А вовсе Не Субъекты Российской Федерации Они Руководствуют Прежде всего Во-первых Своим Законодательством А во-вторых Нормами Принятыми В Европейском Союзе Российская Федерация Не вправе Вторгаться В сферу Независимых Государств Мы можем Высказывать И мы Высказываем Это Своё категорическое Несогласие С частью Государственной Исторической Политики Которая Происходит В странах Балтии Но из этого Абсолютно Не вытекает Утверждение Некоторых Латышских Или эстонских Изданий О том Что Вот Россия Там Готовится В какой-то Момент Прийти И силы Танков Истребителей Покарать Всех Нет Этого Нет Россия Всегда Надеется На Проявление Здравого Смысла И понимание Что другой Истории Все равно Не будет История Второй Мировой Войны Нравится Кому-то Или Нет Но она Уже Состоялась И она Зафиксирована Другой Не будет Время Расставило Все По своим Местам Героев Считают Героями Негодяев Считают Негодяями Оттого Что-то Будет Иметь Какое-то Иное Мнение По этому Вопросу Сама История Второй Мировой Войны Или Великой Отечественной Войны Она Не нальет И не поменяется Ну вот Все-таки Здесь Очень волнует Общественность Этот вопрос Вопрос Газета Суббота Елена Смехова Но Сегодня Совершаются Акты Вандализма Над захоронениями Советских воинов Их длинный перечень Украина Польша Чехия Венгрия Австрия Эстония Латвия Другие страны Но историческая память Требует Защиты Почему Россия Спрашивает Почему молчит Но не молчит Но почему Не противодействует Как-то активно Может быть Как-то более Более активно Вы знаете Но это достаточно Сложная история А как противодействовать Достаточно активно Ну можно Наверное Какие-то санкции Вводить Можно Определенных Деятелей Которые Запятнали Себя Абсолютно На мой взгляд Воскутной Историей Это борьба С памятниками Потому что Это недостойно Человеку Ну это Моя точка Зрения Можно Вносить В определенные Родосписки Называть их Персонами Нон-Грата Но Принципиально От этого Ничего не поменяется Но Давайте тоже Не тешить себя Иллюзиями Странных Балтии Это во многом Государственная Патриция Государственная То есть На это Дается В определенном Смысле Поощрение С идеологической Точки Зрения Существуют Ведь Книги Описывающие Подобного Рода Идеологию Существуют Существуют Люди Которые Являются Проводниками Подобных Взглядов И так далее И так далее Этот вопрос Надо решать На политическом Уровне Но это Должен Вот как мне Кажется Прежде всего Делать Избиратель Внутри Стран Балтии Потому что Ведь это Оскорбительно Не только Для русских Людей Живущих В России Но как мне Представляется Это в первую очередь Должно быть Должно Восприниматься Как плевок В душу Людьми Здравомыслящими Внутри Стран Балтии Вот этим Чувствуем Продиктованы Эти вопросы Так Еще у нас Звонок Попробуем Принять Алло Добрый день Добрый день Я хочу Успокоить Вашего Изови По поводу Памятника Освободителям В Риге Вы знаете У нас здесь Такая мощная Общественная Поддержка Русскоязычного Населения Что Государственные Мужи Боятся Что-либо Сделать С этим Памятник Они делают Сбросы Информационные Но они Каждый раз Дражат И мы На всех Радиовещаниях Жители Простые Говорим Что мало Не покажется Когда Такие вопросы Будут решаться Без нас Понимаете Он будет стоять Еще минимум Три поколения Это я вам гарантирую Простой Житель Латвии Спасибо За ваше мнение Вы знаете Я мог бы здесь Конечно Пуститься В глобальные Размышления По этому поводу Давайте ограничить Просто констатацию Одного факта Вот то что я сейчас Услышал Я слышал В 2004 2005 И в 2006 Году В Эстонии Перед тем Как был снесен Бронзовый Солдат Я точно так же Слышал Что у нас Здесь Такая Поддержка У нас Здесь Ничего Не пройдет И так далее И так далее Но результат Мы все Увидели Поэтому Я бы не стал Тешить В определенном Смысле Слово Иллюзиями По поводу того Что если Государство Сильно приспичит Оно будет Обращать внимание На некие Общественные настроения Просто напоминаю Что Существуют Экспозиции В определенного Рода Музеях Которые находятся В Риге Ну я имею ввиду Музеи оккупатки Вы сходите туда Лишний раз Посмотрите И поймете Просто что Памятник Воинам Освободителям В Риге Он находится В прямом Противоречии С той Экспозиции Которая Находится В музее Поэтому Ситуация На самом деле Очень серьезная Очень серьезная И в продолжение Темы Еще один вопрос О защите Исторической Правды О Второй Мировой войне Вопрос От историка Виктора Гущина Несмотря на то Что Латвия И Россия Подписали В 1994 Году Специальное Соглашение Об охране Памятников Относящихся К истории Великой Отечественной Войны Деятельность Националистов Направленная На демонтаж Памятников Никогда Не прекращалась Публичное Осуждение Таких акций Важно Но сегодня Этого Уже Не достаточно Особенно Принимая Недавнее Постановление Принимая Во внимание Недавнее Постановление Европарламента Резолюция О важности Европейской Исторической Памяти Для будущего Европы В которой Вина За развязывание Второй Мировой войны В равной степени Возлагается На нацистскую Германию Советский Союз Что все-таки Можно предпринять Для защиты Памяти О Второй В мировой Войне Когда ей Пытаются Манипулировать В политических Целях Это как раз Самое Простое Что может Быть Защита Памяти Это прежде всего Ваше Знание Нужно Больше Читать Нужно Больше Изучать Историю И Понимать Это Прошлое Тогда В определенном Смысле Это будет Очень Хороший Подспорим И В общественно Политической Деятельности Просто Беда Вселенская Состоит Вне Знаний Истории Вот собственно Латвия С этой точки Зрения Это конечно Очень такая Яркая Иллюстрация Потому что В доктрине Которая Была Сложена Суслово Епишевскими Агитаторами Очень многих Элементов Истории Не было Вообще Связанных С Латвией В 20-х 30-х И 40-х Годах Ну они Просто Замалчивали А в результате На Исходе Жизни Советского Союза Когда На волне Перестройки И гласности Стали Что-то там Писать И что-то там Публиковать Это просто Послужило Ледяным Душем Для очень Многих Людей Собственно Подавляющее Большинство Латышских Нынешних Националистов Они же Корнями Как раз Из той Эпохи Гласности Перестройки Выходят И это Очень больно Ударило По ситуации Но с тех пор Лучше К огромному Сожалению Не стало Вот я Регулярно Наблюдаю За тем Что происходит На Конторе Постсоветского Пространства И многие К огромному Сожалению До сих пор Живут Странного Рода Мифами Причем Если мы с вами Говорим Конкретно Про Латвию То это С двух сторон Потому что У националистов Тоже есть Свои Какие-то Очень Странные Мифы Которые Я не понимаю Откуда берутся Потому что Например Каждый год Перед 9 мая Когда мы Обсуждаем Прибалтику Мне обязательно Напишут Из Латвии Неужели Рудольф Карлович Бангерский Бангерский Был Русским Генералом Неужели Он был Георгиевским Кавалером Он же был Латышским Националистом Я вам клянусь Это мне Каждый год Люди пишут А это Свидетельствует Просто в том числе Извините О грамотности Хотя Казалось бы За это время Можно было бы Ознакомиться С жизнедеятельностью Рудольфа Бангерский А заодно Узнать его Подлинные Политические Взгляды Но это тоже Не Играет Никакой роли Потому что повторяю, у националистов есть то же самое, свои мифы, в которых им уютно. Примем еще один звонок. Алло, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей беспокоит. Приятно послушать вашего гостя, спасибо ему за это интервью. Знаете, в контексте только что высказанного тезиса о том, что не сейчас, так через 20, не через 20, так через 30 лет эта власть все равно снесет памятник, хотел задать вопрос. Он действительно расценивает на такой долгий период устойчивость существующего от этих государств для метрофов, которые, в принципе, были всегда Прибалтийским краем Российской империи. Возможно, уже не стоит заглядывать на такой далекий срок, а политика все-таки диктует немножко другие выводы. Спасибо. Это ваше мнение, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, первое, да, мы должны понимать, что в Латвийской Республике тоже есть законодательство. Если я сейчас позволил бы себе произнести какие-то подобного рода сентенции, то это тут же последовали бы какие-нибудь санкции против коллег из Болтком. по поводу устойчивости государственного развития. Это, в конце концов, для того, чтобы понимать, насколько вся система устойчива, это нужно жить внутри страны. Нельзя быть свободным в неком обществе. То есть это надо для себя понимать. Второй момент. Конечно, я в курсе достаточно сложной демографической ситуации внутри Латвии. Конечно, я знаю про серьезные экономические сложности, которые существуют. Но вы точно так же должны понимать, что у любой системы есть в определенном смысле запас инерции. Латвия просуществовала на протяжении без малого 30 лет в формате независимого государства. До тех пор, пока будет существовать Европейский Союз, для меня абсолютно очевидно, что ЕС будет в той или иной степени оказывать поддержку странам Балтии. Поэтому рассчитывать на то, что все, знаете, в одночасье возьмет и обвалится, и там Курляндия, Эстляндия и так далее, и так далее, ну, я бы не стал. Я, наоборот, желаю всем бывшим союзным республикам, составлявшим некое единое с нами государство, добра и процветания. Другой вопрос, что те политические решения, которые предлагаются зачастую в странах Балтии, вызывают у меня отрыв. Потому что я не вижу в этом никакого серьезного продвижения. Ну, за что меня, собственно, зачастую и постоянно и критикуют латышские, да и не только латышские, еще там эстонские или литовские националисты. Но хочется верить, что государство все-таки извлекут уроки из собственного прошлого, и из там 20-х, 30-х годов. Но для этого это прошлое надо начать изучать. Не по сборникам сказок, а по серьезным источникам. Но, повторяю, мне бы хотелось, чтобы государства состоялись. Вот такой быстрый тестовый вопрос. Историк Олег Пухляк. Если бы у вас была возможность один памятник убрать, снести, а один поставить, не заменить, а независимо, кому и почему? Я бы не стал бы сносить никакой памятник. Я считаю, что это было бы недостойно моего человеческого восприятия. А что касается поставить, ну, это смотря на какой территории. Там не сказано в вопросе, нет? Нет, это, видимо, такой личностный вопрос. Вот какая-то ваша личная человеческая или как историка симпатия? Да у меня, вы знаете, у меня масса симпатий на этот счет к самым разным историческим деятелям. Поэтому я бы здесь, наверное, исходил бы просто из места, где в перспективе можно было бы поставить памятник. Ну, вот, кстати, у нас тоже в обществе есть такой запрос на возвращение в городскую среду памятника Петру I местный меценат. Евгений Гомберг его в свое время на свои средства восстановил. И вот, к сожалению, никак не получается его установить. И эта роскошная историческая конная статуя у нас не находит места. Это уже не Вторая мировая война. Это здесь нет никаких, сказать, последних горячих политических каких-то коллизий. А вот Петр I тоже у нас не ко двору пока что. Ну, вот тут тоже нет ничего удивительного, потому что, извините, если на государственном уровне постоянно говорится по поводу бесконечной шовинистической имперской политики России, неважно, как она называлась, но Петр I-то был все-таки государем-императором русским, почему для него должны сделать исключение? Повторяю, это как бы государственная позиция. Хотя для меня это достаточно странно. И столик нельзя переиграть. Ну, а другое просто не будет. Не будет. И вот так борьба с прошлым, она выглядит, на мой взгляд, нелепо с одной стороны. А самое главное, она выглядит недостойно для латышского общества. Потому что, вот как мне представляется, национальная гордость, это не в борьбе с памятниками должно проявляться чуть-чуть. А в развитии собственной государственности и собственной нации. А если в результате вашей борьбы с памятниками у вас, мне месяц назад показали отчет демографической службы Латвии, ситуация, ну, мягко говоря, безрадостная, то о каком же тогда национальном чувстве идет речь? Сейчас мы прервемся на новости и рекламу. Оставайтесь с нами. Телефоны прямого эфира мы напомним после перерыва. И у нас еще полчаса эфира, и мы попросим нашего гостя подвести итоги лета. Топ событий от Армена Гаспаряна. События, которые будут иметь важные последствия для общества. Прокомментировать их. И будем ждать ваших вопросов. Сейчас мы прервемся буквально на 5-7 минут. Спасибо. Добрый день еще раз всем, кто нас слушает. В эфире «Прямая линия». И с нами на связи историк, блогер, радиоведущий, автор книг по истории России 20 века Армен Гаспарян. Армен, вы нас слышите? Да, слышу. Еще раз приветствую, Рига. Вот сейчас был выпуск новостей, и большая часть новостей касается событий в Белоруссии. Мы получили как раз вопрос во время нашего перерыва, адресованный вам. В Белоруссии пока не сносят памятники? Или, на ваш взгляд, все еще впереди? То есть ваш комментарий по актуальным событиям, текущим, горячим? Ну, это зависит от того, как будет развиваться ситуация в Республике Беларусь. Я просто хотел бы напомнить, что 12 августа один из лидеров белорусской оппозиции написал достаточно знаковый, на мой взгляд, пост у себя в Фейсбуке о том, что в случае их победы музей Великой Отечественной войны в Минске, замечательный совершенно музей, должен быть переименован в музей советско-лукашенковско-путинской оккупации. Так что здесь, извините, у меня нет оснований не доверять этим людям, потому что многие из них действительно настроены весьма и весьма решительно, в том числе по украинскому сценарию. Но вот на день понедельника у них подобного рода возможностей нет. Что касается вообще всего происходящего в Республике Беларусь, то я это все прогнозировал и сильно раньше, чем это стало очевидно для многих белорусов. И могу вам сказать, где еще на постсоветском пространстве в ближайшие месяцы может начаться подобного же рода сочная дискотека. Это будет Молдова, где в ноябре запланированы президентские выборы. Судя по тому, что происходит в молдавском медиапространстве, там будет весьма и весьма оживлено. Проблема здесь состоит исключительно в том, что господин Лукашенко толкнулся с явлением абсолютно новым, которому нельзя было приготовиться. И против которого привычные политологические схемы не действуют. Ну то есть, что это означает? У вас есть какой-то кандидат от оппозиции, и вы начинаете его по методике, собственно говоря, раскатывать и понижать ему рейд. А в случае с госпожей Тихановской ничего не получилось, потому что она сразу сказала, что она политикой заниматься не будет. Ее дело победить, организовать новый выбор и вернуться на кухню и жарить котлеты. Это дословная цитата. Поэтому пока, условно, политтехнологи Лукашенко думали, что же делать, но в результате вот ситуация в некотором образе вышла из-под контроля. Но я надеюсь, что здравого смысла и одним и другим хватит, и Белоруссия не будет брошена в кровавый хаос, который мы наблюдаем уже такой год на Украине. А вот сейчас появляется много сравнений этой ситуации с Майданом. Вот все-таки сходство и различия, на ваш взгляд, как политолога? Смотрите, прежде всего, различия. Для того, чтобы Майдан существовал, должны быть олигархи, которые его будут спонсировать, и должно быть финансовое влияние из-за рубежа. В случае с Белоруссией мы этого не видели. Но в Белоруссии вообще нет олигархов как таковых. Там есть достаточно обеспеченные бизнесмены, это так называемые IT-отрасли. Они как раз и являются спонсорами значительного числа вот этих протестных акций. Но этого крайне недостаточно. Второй момент. Для того, чтобы был Майдан, должны быть лидеры, которые будут с собой, что называется, вести людей к перемоге. В Белоруссии мы этого не видим, потому что Тихановская первое, что сделала, это была в Литву, а это тогда не лидер, извините, революции совсем. Никаких других не нашлось, потому что то, что мы наблюдаем в координационном совете белорусской оппозиции, вы меня, конечно, извините, но это истерика беременных гимназисток, а не руководство революционным движением. Потому что бесконечные обиды. Ну, они говорят, что мы вообще политикой не занимаемся. Ребята, а чем, по вашему мнению, тогда должна заниматься оппозиция и координационный совет этой самой оппозиции, как не политики? Вы там что, слет эндокринологов, что ли, юных? Ну, это странно. Сразу после этого делается заявление, а вот что эта власть к нам так жестко относится? Ребятки, а вы не пробовали трезво вообще взглянуть на вещи? Вам Лукашенко 6 августа открыто сказал, если вы хотите мордобой, вы его получите. А вы выходите 20 августа и говорите, власть к нам относится жестко. Ну, это тогда невменяемость, наверное, ваша и так далее, и так далее. Третий момент. Для Майдана нужна очень жесткая идеология. А в Беларуси ее нет у оппозиции. Потому что они вообще любят разницу. Протест этот, это, извините, там еще половина людей, которые не собираются страну уничтожать. А для них это просто прикольно. Одел белое платье с национальным орнаментом, взял в руки алые гвоздички и пошел потусоваться, делать селфи. Это не революция как таковая. Ну и, наконец, четвертый момент. Должна быть слабая власть. А Лукашенко сразу показал, что он не Янукович. И если в этот момент не начинается вливание идеологов идеального шторма, все, дискотека заканчивается. А идеологам этих всех движений сейчас просто не до Беларуси. У них там свои проблемы существуют в условиях 2020 года. Поэтому это такой абсолютный тупик. Ну и последнее. Понимаете, то, что получилось, это во многом фильм «Корона Российской империи». Где, помните, там два претендента на русский престол спорили, кто из них в большем родстве с Романовыми, так и здесь. Потому что, ну, уже два правительства в изгнании. Одно возглавляет Тихановское, а второе в изгнании существует с 1917 года. Я имею в виду Белорусская народная рада. Во главе там с 84-летней Сурвилой. Ну, это ту матч, ребят. Ту матч. А есть еще незарегистрированное правительство в изгнании, которое польско-литовское, да, ну, это по точкам проживания этих оппозиционных лидеров. Но так не бывает. Это не революция. Это посмешище. Еще у нас звонок примем. Алло. Добрый день. Добрый день. Да, такой вопрос вашему гостю. Наша латвийская историческая мифология считает начало Латвийской республики от 1918 года, после подписания договора с правительством большевиков на признание независимости Латвийской республики. Но самое смешное в том, что само правительство большевиков в 1918 году еще не было субъектом международного права, а только получило этот статус в 1924 году после заключения договора с Персией. После этого Англия и страны Европы признали правительство большевиков как субъект международного юридического права. Как вы думаете, что будет, если подать международный суд Гаги в ООН? Алло. Алло. Да, ну вопрос я понял. Данного договора. Спасибо. Да, и что, в общем-то, обнулить всю эту историю. Да, спасибо. Какие у нас исторически подкованные, просвещенные радиослушатели? Ну это всегда приятно, и это показатель, извините, тогда влиятельности радиотанции «Болком», чем я вас, коллеги, и поздравляю. Если же говорить по существу вопроса, то мне кажется, вы знаете, это бесперспективно. По той лишь причине, что та история с 18-го, условно, по 24-й год, она полна таких подробительных подробностей, что если бы начать серьезно разбираться, конца и края не будет. А международному сообществу на это, извините, вообще глубоко наплевать, потому что они-то исходят из признания независимости Латвии после ее выхода из состава Советского Союза, а вовсе не от правительства большевиков. Для них это такая же там давняя и ненужная абсолютная история, как там, например, для меня, условно, там, татара, монгольская ига. Ну было и было. Никто там в этом разбираться не будет. Там даже, извините, история 1939 года, тоже очень мало кого в деталях интересуется, там, с предтечами в лице 1938 года и так далее, и так далее. Поэтому, ну что, нам остается просто в очередной раз констатировать, что история в значительной степени мифологизирована политическим руководством в угоду построения такой вот своей собственной национальной Латвии. Но если копаться в деталях, то подробности могут выплыть весьма и весьма скверные. Ну, это же там далеко за примерами ходить не надо. Ну, можно же еще вспомнить количество этнических латышей, например, в ИНО, ОГПУ, то есть в иностранном отделе. Но это, согласитесь, это несколько идет вразрез с утверждением, что все латыши только и делали, что боролись против кровавого большевизма. Но некоторые настолько талантливо боролись, что были организаторами великой советской разведки. Это так просто. Для дополнительного понимания. И если можно, вернемся к первой части нашей программы, когда мы говорили о защите памяти Великой Отечественной войны, о том, что конной статуе Петру не нашлось места в современной Риге. И вот в тему вы как раз сказали, что нам надо заниматься тем, чтобы повышать уровень грамотности среди населения и читать. И вот в тему есть вопрос от журналиста Натальи Лебедева из газеты «Сегодня». К вопросу об истории той земли, на которой мы живем. Лифтляндия вошла в состав Российской империи в 1710-м. Курляндия в 1795-м. Однако наше нынешнее юное поколение уверено, что здесь всегда была Латвия. Дети и дальше не будут знать ничего. Таковы учебники истории. А у нас детей всех национальностей сегодня загоняют в латышские школы. Вот именно с такими учебниками. Что делать, если намеренная неинформированность населения приобретает вселенские масштабы? Кто виноват и что же делать? И дать на него какой-то, знаете, такой единственно верный, панацейный ответ невозможно. Я только могу вот свою точку зрения сказать, что в нынешних реалиях огромную роль будет играть семейное воспитание и родители. Чтобы родители советовали детям читать не только учебники истории, но и литературу, так сказать, вне классного чтения. Ее на сегодняшний момент достаточно много. В эпоху интернета получить к ней доступ, это вообще дело там в 10 секунд. По-другому я боюсь, что может просто не получиться. Потому что наивно полагать, что латышское государство, затрачивая столько силей на насаждание в обществе своей собственной версии истории, начнет вдруг давать задний ход в этой связи. И я абсолютно убежден, что этого не произойдет. Поэтому только вот считать в семье. Примем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день, Александр. Скажите, пожалуйста, вы лучше правильно говорите. Но в России ситуация какая. Да, в Беларуси олигархов нет. Но в России-то они есть. Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему Россия не уделяет внимание соответствующее, скажем, западному направлению? Ни одной радиопередачи в этом направлении нет. Вот вы вели с Русланом Паткратовым иногда. Но это капля в море. Посольство с отечественниками практически не работает. Что там в администрации президента? Кто сидят? Вы там скажите им хоть, чтобы они немножко шевелились. Спасибо. Это скорее не вопрос. Это просто крик души, отражающий настроение. Так, ну, давайте по пунктам. Я как вел программы и как рассказывал о том, что происходит в Латвии в формате несколько раз в неделю, я так это делать и продолжаю. И в условиях пандемии даже гораздо больше, по-моему, об этом говорил, чем до нее. Что касается усилий Российской Федерации, у нас не так давно поменялся глава Россотрудничества. Им стал журналист Евгений Примаков. Я рассчитываю, что уже в среднесрочной перспективе значительно усилится роль Россотрудничества, в том числе в вопросах гуманитарных на постсоветском пространстве, в том числе, разумеется, когда речь заходит про Латвию. Никто, поверьте мне, из людей, которые занимаются постсоветским пространством, о Латвии не забывает. То, что зачастую у нас нету в латышской медиасреде, ну, так это тоже ничего удивительного нету, учитывая, например, те гонения, которые были на Международном информационном агентстве «Радио Спутник» в Латвии. Поэтому, конечно, будут блокировать. Что же здесь можно сказать? Если они ведут борьбу с русскими медиа, то, конечно, здесь все средства хороши, но в эпоху интернета все желающие могут слушать российских политологов, российских экспертов в формате «каждый день». Что касается олигархов, вы поймите, на Украине олигархи занимались тем, что делили власть. И, по сути дела, Майдан – это в том числе попытка перераспределения ресурсной украинской базы, то, что еще можно было надвинуть и продать. В России олигархи давным-давно не имеют ровным счетом никакого влияния на политические процессы. В этом существенная разница между тем, что происходит в России, и тем, что происходит на Украине. Армен, и последний вопрос. У нас осталось немного времени. Тоже касается исторической памяти, но хотелось бы на позитиве закончить наш эфир. Вы входили в оргкомитет конкурса «Великие имена России». Это такой конкурс, когда выбирали имена выдающихся россиян для крупных аэропортов. Расскажите, какие открытия принесла эта работа, что порадовало, и чьими именами будут названы ведущие аэропорты? Из таких, как сказать, за кого берет гордость? Открытие для кого? Для меня или для россиян? Нет, для вас. В ходе работы, может быть, какая-то реакция участников проекта или тех, кто голосовал? Вы знаете, для меня было приятной неожиданностью, во-первых, заинтересованность общества, которое взялось освежать в памяти штрихи биографии людей. Начали гордиться своими земляками. Наблюдать за этим было очень приятно. Потому что, помимо, условно, тех предложений, которые были изначально, звучали и некоторые другие. И в оргкомитете очень внимательно к этому прислушивались. Были даже легкие обиды вокруг, например, фигуры Михаила Юрьевича Лермонтова. В каком городе именно должен аэропорт называться в его честь. Но в целом это была такая очень хорошая патриотическая история, которая у меня оставила очень добрые воспоминания. И вот я вспоминаю работу оргкомитета. И те вопросы и пожелания, которые там были, они весьма и весьма знаковые. Ну и естественно, что там была абсолютная прозрачность голосования. Это я готов там ходить на Библии, ходить на чем угодно подтвердить. Никаких подтасолок там не было. И в итоге тогда Шереметьево, это будет Александр Пушкин, да? Ну если мне память не изменяет, потому что это событие 2018 года. А нынешний адский год во многом, конечно, затмил то, что было раньше. Это вот я каюсь. И вы знаете, один такой вопрос, как раз связанный с Пушкиным, Елена Смехова, журналист газета «Суббота». Что бы вы ответили нашему латвийскому профессору Сандре Вейнберге, которая назвала наш памятник Пушкина в Риге нелепым и ненужным, поскольку Пушкин никогда не был в Риге? Вы знаете, это женщина, да, я так понимаю? Да, профессор. Профессор, вот со всем уважением к женщинам, чтобы меня потом опять в сексизме не объединили. Но я боюсь, что вот эту профессоршу не будут вспоминать через 20 лет после ее смерти. А Пушкина помнят и читают во всем мире спустя вот столько лет. Выводы каждый может, на мой взгляд, сделать из этого сам для себя единственное верные и правильные. Кстати, в свете последних событий американских вообще, мне кажется, нападать на Пушкина опасно, потому что у него в роду был араб. Ну, может быть, госпожа профессор просто не в курсе модных современных трендов. Может быть, она единственное, что помнит из Пушкина, что он, Пушкин, просто не мусин. Он просто русский мещанин. Ну, тогда это многое объясняет. Спасибо огромное. Наш эфир подходит к концу. Напоминаем, что нашим гостем был российский историк, политолог, радиоведущий, блогер, автор книг по истории России Армен Гаспарян. Эфир провела я, Ольга Авдевич, моя коллега Наталья Захарья. Спасибо всем радиослушателям и всем латвийским журналистам, историкам, представителям общественности, которые приняли участие в этом эфире. Всего доброго и вам творческих успехов. Армен, будем ждать ваши новые книги.